Здравствуйте! В России подорожали кузовные запчасти для отечественных машин. Как сообщает маркетинговое агентство НАПИ, со ссылкой на собственные исследования рекомендованных розничных цен на детали, рост цен с начала года составил до 9%. Речь идет об оригинальных деталях по страховой корзине. В нее входит набор запчастей, необходимых для восстановления автомобиля после дорожно-транспортных происшествий. По данным НАПИ, сильнее всего в первом полугодии 2023 года подорожали задние крылья. Средняя цена этой детали в июне увеличилась на 8,7% до 26 тысяч рублей по сравнению с показателями января. Подушки безопасности подорожали на 3,8% до 15 тысяч 400 рублей. Задние фонари на 3,4% до 6 тысяч 300 рублей. Цены на задние бамперы выросли в среднем на 2,8%, на капоты на 2,7%. Средняя цена такой детали в июне текущего года составила 18 тысяч 300 рублей против 17 тысяч 900 в январе. При этом лобовое стекло подешевело на 1% с 15 тысяч рублей до 14 тысяч 900 рублей. Ассортимент западных лекарств для животных в России может сократиться почти в 7 раз. Об этом сообщает коммерсант со ссылкой на Ассоциацию ветеринарных фармпроизводителей. По данным издания, ассортимент зарубежных лекарств может сократиться почти в 6,8 раз. Со 127 позиций, поставлявшихся в 2022 году, до 19. Причина – ужесточение правил ввода в оборот ветеринарных препаратов. В Амфарм рассказали, что сейчас в списке лекарств, соответствующих новым требованиям, нет кардиологических и стоматологических препаратов, антибактериальных спреев и вакцин. В нем почти отсутствуют оригинальные лекарства, разработанные за предыдущие 3-7 лет, добавили в Ассоциации. Для ввода в оборот ветеринарных препаратов с 1 сентября требуется предоставить в Россельхознадзор документ о качестве с подтверждением соответствия требованиям. Ввод вакцин возможен только по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории. Ранние инспекции на GMP проводились только для регистрации новых лекарств на российском рынке. А теперь процедура будет обязательной и для ранее поставлявших компаний. В Министерстве сельского хозяйства уточнили, что из всех зарегистрированных препаратов для домашних животных на импорт приходится 27%. В Пермском крае продолжается постепенный рост цен на бензин. По данным Росстата, за неделю до 10 июля средняя цена литра АИ-92 повысилась на 4 копейки, литра АИ-95 на 12 копеек. В целом по стране за период с 4 по 10 июля рост цен на бензин был зафиксирован в 75 субъектах. Почти непрерывный плавный рост цен на популярные виды бензина начался в апреле. За три месяца в Пермском крае цена АИ-92 выросла на 1 рубль 63 копейки, АИ-95 на 1 рубль 85 копеек. За этот же период дизельное топливо подешевело на 16 копеек за литр. Причинами роста цен эксперты считают сокращение производства топлива из-за плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, увеличение объемов экспорта топлива, увеличение налоговой нагрузки на отрасль. Стоимость санаторно-оздоровительных услуг в Прикамье выросла на 15,8%. Об этом сообщает Пермстат. По данным аналитиков, в июне текущего года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился в размере 99,9%. По сравнению с маем на 0,6% снизились цены на продукты. Стоимость непродовольственных товаров уменьшилась на 0,07%. Услуги выросли в цене на 0,6%. В продовольственном секторе заметное снижение цен зафиксировано на колбасу на 6,1%. Также яйца, масло, оливковое, сгущённое молоко, пельмени. Цены на отдельные группы непродовольственных товаров изменялись разнонаправленно. Рост цен на ювелирные изделия и золото составил 3,9%. На новые легковые автомобили отечественного производства – 1%. Снизилась стоимость телерадиотоваров, компьютеров и средств связи. В секторе услуг более всего подражали шиномонтаж, услуги парикмахерских и ремонт квартир. В июне отмечено увеличение стоимости санаторно-оздоровительных услуг на 15,8%. Полета в эконом-классе на 6,3%. Услуг зарубежного туризма на 4,5%. При этом отмечено снижение тарифов на проезд в поездах дальнего следования на 0,6%. На этом у меня все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова